Всем привет дорогие друзья! Сейчас 7 часов по московскому времени и как всегда с вами геймплей на обзор новых игр для ваших андроид устройств. Итак, сегодня вас в выпуске ждет 4 игры. Все они неимоверно крутые и потрясающие. Я думаю никто не пройдет мимо, а что-нибудь из этого выпуска себе обязательно скачает. Итак, первая игра на сегодня называется Meltdown. Это дуалстик шутер от третьего лица и давайте на него посмотрим. Итак, здесь мы можем покупать оружие, можем его апгрейдить, но оружие будет открываться по достижению определенного уровня, то есть здесь существует система прокачки. Помимо этого у нашего героя имеются скиллы. Ну вот он собственно, немножко на меня похож, такие же светлые волосы, но ладно, не будем об этом. Итак, давайте отправимся непосредственно в миссию. Так, я дошел до третьей миссии, нажимаем старт и попробуем зарубиться в данную игрушку. Как я уже сказал, это дуалстик шутер от третьего лица и здесь мы будем играть на каких-то непонятных космических платформах. Итак, наша платформа опускается, мы сейчас выйдем и отправимся дальше. Наша цель добраться до точно такой же, но в другом конце данной локации. На пути нам будут встречаться различные роботы, которых нам предстоит уничтожать, причем они будут достаточно разнообразные. Вот такие вот роботы, которые взрываются, когда к вам подходят, поэтому их нужно остерегаться. Будут роботы попроще, поинтереснее, но в общем вы все увидите сами. Из них выпадают золотые монетки, которые вам необходимо собирать. И что еще я вам не рассказал об особенностях данного управления. Давайте сейчас я этих добью роботов и расскажу про следующие особенности. Помимо кнопки стрельбы, у нас есть кнопка вот такая вот. Она позволяет нам кувыркаться. Но также эта кнопка еще нам позволяет, например, перелазить через укрытие, если мы будем нажимать джойстик. Либо еще наносить урон соперников с помощью ножа в ближнем бою. Давайте посмотрим, как это выглядит. Это выглядит поистине очень круто и эпично. Особенно если в этот момент вы получили новый уровень. Стоят вот такие вот роботы-пулеметы. Они не ходят, поэтому от них достаточно легко уклоняться. Стоят также пулеметы, ой, огнеметы точнее. От огнеметов вообще толку практически нет, потому что их с дальнего расстояния очень легко расстреливать. Здесь достаточно динамичная электронная музыка. По стилистике она мне почему-то напомнила шведскую хаус-мафию. Наверное, кто-то из них, а возможно, не из хаус-мафии шведской, но просто музыку по-любому, наверное, приложил свои усилия какой-то швед. Потому что саунд очень сильно напоминает мне саунд этой скандинавской страны. Ну, в общем, я ушел почему-то в музыку, а не в игру. А шутер получился достаточно отличный, ураганный и эпичный. Конечно, я вот прошел три миссии. Они мне показались достаточно однообразными, несмотря на всю свою крутость. Но, думаю, это может наскучить, если, конечно же, в будущем нас не ждет что-то неимоверно крутое и интересное. Я надеюсь, что в игре будут боссы. Я этого точно вам обещать не могу, потому что я еще до них не дошел. Однозначно качаем данный шутер. Ну, а кому шутеры не нравятся, смотрим вторую игру. Это будут гоночки. Данные гоночки называются Garfield Kart. И в этой игре нам, как вы поняли, наверное, из названия, придется играть за наших старых любимых героев. Запустим игру и посмотрим на режимы, которые в ней присутствуют. Здесь присутствует синглплеер и мультиплеер. Итак, в синглплеере у нас имеются разделы одиночная гонка, гран-при и тайм-триел. Можно также дать себе имя своему гонщику, либо просто играть за кастомного игрока под именем плеер. В режиме мультиплеера есть два режима. Это онлайн и локал. То есть вы сможете играть со своими друзьями по локалке через Wi-Fi. Но давайте посмотрим на режим синглплеера. Запустим гран-при. Проедем одну гоночку. Бывают совершенно разные трассы. Все они достаточно качественные, красочные и незабываемые. Здесь вы можете выбрать герой, за которого вы будете ездить. Первые два вам доступны. Это Джон и сам Garfield. Остальных необходимо разблокировать по мере прохождения игры. То же самое обстоит и с автомобилями, на которых вам предстоит гонять. Вам доступны первоначально два автомобиля. Остальные необходимо приобретать за денежки, которые вы будете собирать во время заезда. Можно также одевать различные шляпы, шапки своему гонщику. Это будет что-то вам придавать. Также можно ставить спойлеры на ваш автомобиль. Ну и покупать другие бонусы, которые пригодятся вам во время гонки. Запускаем данную игру. Мне эта гоночная аркада очень сильно напомнила подобную гоночную аркаду про Соника. Также она мне напоминает еще не вышедшую Angry Birds Go. Но такие мне, в принципе, аркадные гоночки достаточно нравятся. Они мне симпатичны и ипанируют. Здесь есть два типа управления. С помощью акселерометра и с помощью наэкранных кнопок виртуальных. Итак, едем спокойненько, поворачиваем влево-вправо. У нас есть кнопка тормоза, кнопка прыжка и кнопка специальных вот таких вот очков, которые позволяют вам атаковать ваших соперников, чтобы они как можно хуже ехали, отставали от вас и вы могли их обогнать. Итак, давайте попробуем применить волшебную палочку. Здесь столько много бонусов, что я еще их все не изучил. Знаю, что есть подушка, которая погружает вас или вашего соперника в сон. Бывает волшебная палочка, которую я вот применил уже. И вот, кстати, она у меня появилась снова. Также я вам все-таки не показал, как наш герой умеет прыгать. Вот так вот он умеет прыгать. А для чего нужно прыгать? В некоторых местах будут такие ускорители. Сейчас вот, кстати, вот на этом повороте они должны быть. Так, меня усыпили, и я очень сильно замедлился. Вот эти ускорители, если в них подпрыгнуть, то мы получим дополнительное ускорение. Если мы просто проедем, то ускорения мы не получим. Здесь также присутствуют еще неопознанные летающие объекты. Если вы попадете в зону их влияния, то они вас поднимут над землей, и тем самым ваши соперники увеличат отрыв. В принципе, хорошие аркадные гоночки, качать всем, играть, соревноваться со своими друзьями по локалке и получать удовольствие. Последнее время Cartoon Networks и Nickelodeon разошлись и сделали много игр по своим проектам. Итак, снова Cartoon Networks радует нас игрой, на этот раз по сериалу Level Up, следующий уровень. И игра называется Герои клана победителей. Давайте посмотрим на эту аркаду, сделанную по сериалу, посмотрим, стоит ли в нее играть. Но, думаю, фанатам данного сериала обязательно стоит скачать и заценить данную игрушку. Здесь мы можем играть за одного из трех персонажей, которые являются главными героями данного сериала. Это Данте, Уайт и Лайл. Каждый из них имеет свои способности. Например, Данте будет бить всех битой, Уайт стреляет во всех из такого своеобразного пулемета, и Лайл Колдун всех поражает своим магическим жезлом. Также имеются различные бонусы, которые вы можете прокачивать, но давайте все это мы оставим. Здесь существуют разные локации, в данном случае мы будем сейчас сражаться в локации школа. Бывают локации улицы, локации убежища и много-много других. Управление здесь осуществляется с помощью джойстика, если я не ошибаюсь. Да, джойстик у нас невидимый, и с помощью кнопок, которые позволяют нам наносить урон нашим соперникам, которые появляются из каких-то космических порталов. Собственно, вот такая вот игра. По графике она очень даже ничего. Вы играете вместе все втроем, боретесь со силами зла, ваши друзья автоматически всех атакуют и убивают, а ваш персонаж, если вы играете за афроамериканца или за чувака с пулеметом, они автоматически прицеливаются, и вам даже не нужно целиться, а просто нажимать на кнопку, и вы будете всех убивать. Если же вы играете за чувака с бейсбольной битой, то придется вам подбегать к каждому монстру и лично наносить ему урон и давать ему люлей. Вот такая вот игрушка. Здесь существуют различные задания, например, убить врагов в каком-то определенном режиме, убить врагов с помощью определенного оружия. Ну и все, наверное. Вот такая вот игрушка, она, наверное, больше аркадная, чем какая-то глубокая игра, содержащая смысл и какой-то сюжет. Поэтому, если вы фанат этого сериала Level Up, то однозначно скачивайте данную игру, проходите, думаю, она вам понравится. Последняя игра на сегодня называется Release the Ninja. Я дошел до третьей миссии и решил на ней остановиться, чтобы снять данный обзор, потому что я, в принципе, понял суть игры и смогу вам ее показать и рассказать о ней. В этой игре мы будем играть за ниндию. С помощью нинди вам необходимо пройти все препятствия, все ловушки, забрать все кристальчики, которые присутствуют на локации. Сейчас я взял бонус, который олицетворяет из себя бензопилу, и благодаря этому я могу уничтожать всех соперников, которые находятся на моем пути. Итак, чтобы перейти из портала, необходимо тапнуть на противоположный портал, и дальше мы отправимся вниз. На пути у нас будут не только кристальчики, но и другие полезные артефакты, которые нам тоже пригодятся для того, чтобы получить дополнительное количество очков. Поначалу миссии будут достаточно легкие, элементарные, незамысловатые, но потом вам предстоит много о чем подумать, задуматься для того, чтобы пройти данную игрушку. Как вы видите, чем дальше вы проходите, тем интереснее появляются различные виды управления. Давайте попробуем пройти данное обучение. Вся игра осуществляется, точнее управление в игре осуществляется с помощью свайпов, но это вы уже поняли, и это придает ей интуитивно понятный геймплей, что, конечно же, заставляет играть в эту игру снова и снова. Несмотря на то, что игрушка достаточно такая простая, она достаточно симпатичная, и лично меня эта игрушка затянула и заставила в нее поиграть. Ну, в общем, на сегодня все. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был Геймплейн. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, рассказывайте друзьям. До новых встреч! До новых встреч!